так друзья всем доброе утро прекрасное хорошее утро такое солнечное видите солнышко у нас еще девять утра что хочу рассказать вот позади меня грядки клубники сейчас я буду их обрабатывать сейчас покажу вот мои грядочки заросшие в этом году я серьезно хочу заняться клубникой потому что что-то у нас и никак не ладится у нас ее раз два три 4 5 6 грядок вот таких и еще вот около теплицы грядочка там купчиха у меня посажена земку луника вот что хочу сказать каждый год она у нас вымерзает просто каждый год что на это влияет ну я подозреваю но не буду утверждать что влияет во первых то что она расположена вот в таких грядках поднятых все-таки в нашем климате живем мы на среднем урале пермский край вот таком климате где у нас бывают начале зимы ноябрь декабрь заморозки бывают еще без снега во первых во вторых у нас вот эти поднятые грядки нам достались от бывших хозяев скажу сразу я бы так не делала вот и то что они обложены шифером я думаю что это тоже дает свой минус помощница моя пришла тофачка будем клубничку обрабатывать тоф тофи фи пузатая приступим клубники что мы делаем для начала мы одеваем перчатки так вот у меня рыхлелка и секатор убираем вообще все старые листья желательно их обрывать вот так вот вместе вот с этим основанием если это основание останется она будет загнивать убираем всю весь вот этот сухостой прошлогодний вот все листья с пятнами тоже убираем обрываем вот видите вот это все это все нужно по возможности убирать но делать это нужно очень аккуратно чтобы не повредить рожок клубники например эти пенечки можно отрезать секатором и так оставляем вот этот лист он тоже прошлогодний его тоже убираем вот видите свеженький лезет мы его оставляем так и вот здесь свеженький лезет мы тоже его оставляем вот смотрите еще бы конечно вот убрать вот этот старый погибший кустик вот он умер его тоже выбрасываем все и подрыхливаем вокруг кустика эти у нас здесь даже мог все подрыхливаем и и затем когда я все обработаю я буду проливать все теплой водой с марганцовкой вода должна быть не больше не меньше пятидесяти восьми градусов и не больше по моему 65 я уточню позже у меня записано чтобы не сжечь кусты во-первых а во-вторых если она будет холодной то она не поможет уничтожить всех вредителей вредителей она хорошо помогает горячая вода от того же самого долгоносика который может оставить вас буквально без половины урожая то есть как минимум половину урожая может съесть а то и весь если его будет очень много он может и все попортить и так фронт работу нас задан приступим что прошло пару часов начала я оттуда и я прополола и обработала только пол грядки вторую половину вот только начала буквально полчаса очень много травы что хочу сказать хочу сказать никогда не мульчируйте ничего не только клубнику сеном просто никогда я совершила такую глупость прошлым летом и замульчировала вновь посаженную клубнику новую сеном из козовника то есть все на которое козы не съели я его взяла и так как у меня не было соломы и замульчировала им клубнику вот что получилось итог она вся заросла заросла не просто травка я заросла вот этим пырием на ползучим вот поэтому мне сейчас очень туго приходится приходится выпалывать это все серьезно чтобы пыри же легко размножается до всякой корнями в том числе вегетативным способом да то есть если разрубить корни в земле то все это будет расти корни у него вот такие все заполоняют мочковидной такой формы значит что я делаю возьму ведро ведро почему-то я оставила я беру вилы вот на этой грядке меня тоже самое предстоит проделать работу значит я беру вилы втыкаю их в землю и подкапываю ком земли на глубину вил прямо приподнимаю так видите во первых вилами не так страшно разрезаются корни да видите приподнимается какой большой ком а во вторых а во вторых потом проще полоть я прямо беру вот такой ком достаю его обтряхиваю землю видите сколько корней если корни останутся они дадут новые ростки поэтому а нам трава это не нужна вот видите погибшая клубничка ну она правда еще имеет шанс выжить видите зелененькая но я оставлять этот усик не буду ничего хорошего из него не вырастет уже вот такие ком я беру и прямо червячок оставайся здесь червячка оставлю все эти корни вот весь этот ком выкидываю я это отношу к курицам курятник они разгребают эти корешки кушают травку зеленушечку так как они у меня закрыты не в свободном выгуле вот это во первых во вторых что я еще заметила еще я заметила что несмотря на то что еще достаточно у нас холодно как холодно сегодня днем обещали плюс 10 но утром были заморозки ночью то есть утром когда я вышла в огород была замерзшая вода в бедре то есть заморозки на почве были однозначно и когда я начала работать у меня мерзли пальцы я на резиновые перчатки я делаю еще вот эти трикотажные вот одну перчатку сняла чтобы удобнее было все листья старые от клубники я все это обрезаю либо обрываю руками но это не всегда удобно так все обрезаем зачищаем все вот эту гниль видите куст куст выдавила вот он на поверхности очень сильно его выдавила вот он по эту часть должен быть в земле а вот он на поверхности так еще не все обрезала из-за травы я сама себе сделала плохо я насеяла эту траву сама когда замульчировала все вот гусеничка проснулась видите гусеничка не фокусируется вот она идет ползет куда то опа курочка пойдешь на корм мясо вот поэтому я сама себе сделала вред вот улиток я тоже собираю курицу тем что я замульчировала все сеном еще раз повторюсь да и поэтому мне сейчас очень сложно все это обкапывать расчищать ну что делать приходится вот еще что хочу сказать несмотря на то что холодно очень много проснулась паразитов вот вот пожалуйста видите белокрылка проснулась вот она раньше не было так много сейчас она прямо я вот зачищала вот в этом углу прямо на кучами вылетала надо будет посмотреть чем обработать от белокрылки обязательно потому что она мне здесь не нужна вообще никакие не нужны вредители не хочу делиться клубникой ни с кем хочу чтоб клубнику ели мы и дети вот земля холодная земля конечно не прогретая вообще пальцы у меня мерзнут прямо работать вот эту траву берем так вот все расчищаем здесь клубничка сидит сейчас я с нее отрежу все вот эти одной рукой неудобно видите кустик очень маленький а корни у него очень большие как бы нежелательно вообще вот так вот его рассказывать потому что он все-таки страдает надо его по-быстрому закопать чтобы корешки не пострадали все таки же еще холодно на улице вот но самое главное не закопать сердцевину вот этот черешок должен быть поверх земли вот этот листочек я тоже обрежу и вот этот все это убираем потом я буду часть клубники рассаживать потому что очень много усов очень будет загущенная посадка если я не уберу часть отсюда и не будет урожая как такового поэтому придется пересадить часть клубники я примерно уже представляю куда я это сделаю на какой участок так что будем ее рассаживать во-первых во-вторых у меня здесь сорт идет зенга зенгана вот табличка видите да до таблички была старая клубника я даже не знаю какой сорт она мне еще от бывших хозяев досталась сегодня я три куста старой клубники выкопала уже выбросила вот и все кусты которые до таблички я пересажу в другое место непонятный мне сорт неизвестный отсюда усы возьму и пересажу туда то есть где-то 1 2 3 4 5 6 кустов влезет на эту грядку остальные я пересажу в другое место вот что еще хотела сказать а хотела сказать по поводу еще приподнятых этих гряд очень заметно что они вымерзают много вымешивших кустов попалось мне во первых во вторых вот смотрите чеснок вот чеснок только-только вылезает а неделю назад я чистила землянику и вот там чеснок уже в прошлый раз вот там он видите посажен вот там этот чеснок еще неделю назад был такой вот такой а сейчас он уже в два раза больше о чем это говорит это говорит о том что там теплее ну что продолжим работу наконец я осилила эту грядку все ну почистила я ее конечно еще дел с ней очень много вот так что сейчас я пойду на обед очень много времени на нее потратила времени на нее потратила во рту пересохла хочу есть и пить так что буду следить в этом году тщательно за клубникой вот начала эту грядку чтоб наполнить ведерко все дальше пойдут вот эти что хочу сказать да действительно на эти грядках на поднятых нашем климате сажать клубнику не стоит и в принципе любые многолетние культуры клубника земляника да наверное переделаю я в будущем здесь летом они получается лучше прогреваются но но зимой они быстрее промерзают такие грядки поэтому у нас на урале это не прокатывает ну вот вторую грядку чуть-чуть не да не доработала немножечко совсем чуть-чуть вот все почистил ее аналогично первой всю траву все сорняки и пыри ползучий и газон ну типа газонной травки такая вот которая пучками растет вот здесь у меня растет зефирка сорт все что от него осталось вот пожалуйста папа и мерзала все вот так что очень много вымерзла ну все на сегодня достаточно у нас закат уже солнце садится земля холодная опять стала днем солнышко грело где-то до плюс 8 плюс 10 может было сейчас очень холодно пар идет изо рта вот я замерзла меня с носа капает вот еще дальше грядочки мне предстоят так что вот четыре грядки посмотрим как дела будут завтра идти вот этот уголочек мне чуть не хватило потому что ведро было полное сейчас его вытряхнул сходил так что на сегодня достаточно все всем спасибо за внимание какой закат у нас красивый я даже не знаю сколько время время наверное к 9 уже подходит вот такая красота вот всем спасибо за внимание за просмотр спасибо за лайки за комментарии если вы их оставите все приходите в гости оставайтесь на канале подписывайтесь все пока пока